Всем привет! Это видео о том, как расширить диск C, если не активна кнопка расширить том, а также как увеличить размер диска без потери данных. В большой мере это видео будет касаться локального диска C, так как зачастую именно на системном разделе не хватает места. Многие пользователи сталкиваются с тем, что при попытке увеличить раздел мы видим, что опция расширить том неактивна. Наиболее частой причиной этому есть то, что не распределенное место располагается на другом физическом диске, а в такой ситуации не представляется возможным расширить диск. Неразмеченная область и расширяемый диск должны быть на одном физическом диске, чтобы иметь возможность взаимодействовать между собой. Кроме этого, неразмеченное пространство должно располагаться справа за расширяемым разделом. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, первый способ расширить диск C – способ без использования сторонних программ, исключительно стандартными средствами операционной системы Windows. Встроенное средство управления дисками существенно уступает в плане функциональности сторонним утилитам, но для простого изменения размера тома его вполне достаточно. Минусы этого способа в том, что придется удалить всю информацию на диске D. Увеличить объем раздела встроенным Windows инструментом можно только путем присоединения к нему нераспределенного пространства. Начнем. Нажимаем правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выбираем из списка управления дисками. Перед нами структура раздела. У меня два диска – это диск C и диск D. Если мы хотим увеличить раздел C, то нам придется полностью удалить раздел D, не сжать, а именно удалить. Иначе при сжатии возникшая свободная область будет справа от сжатого раздела и не будет примыкать к границе раздела C. Из-за этого нельзя будет расширить том C за счет диска D. Кликаем правой кнопкой мыши по нему и выбираем пункт меню «Удалить том». Нажимаем ОК. После удаления раздела мы видим, что недоспределенное пространство расположено справа от расширяемого раздела и находится на этом же диске. Удалить разделы также можно с помощью командной строки с использованием утилиты diskpart. Главное не перепутать номера разделов, иначе вы можете удалить важные для вас данные. Для этого запустите командную строку от имени администратора. После в открывшейся команде введите diskpart и нажмите Enter. После вводим команду «ListDisk» и мы видим список всех установленных дисков. Здесь важно понимать, что отчет начинается не с единицы, а с нуля. Первый диск – это disk 0. Задаем команду «SaltDisk» и номер нужного нам диска. Главное не ошибиться и выбрать правильный диск. Далее команда «ListPartition». Перед нами появился список разделов. Чтобы понять, какой раздел вам нужен, заходим в управление дисками. Теперь можно сверить по объему, мне нужен диск D с таким объемом. Открываю diskpart и вижу, что нужный мне раздел идет под таким номером и такого размера. Выполняем команду «SaltPartition». После того, как раздел выбран, вводим команду «DeletePartition». Раздел удален. Заходим в «DiskManager» и видим, что появилась нераспределенная область. Далее кликаем правой кнопкой мыши по диску C и выбираем «Расширить том». Открылся мастер расширения тома. Нажимаем «Далее». Здесь мы добавляем часть пространства с нераспределенного места. Например, добавим приблизительно 7 гигабайт. Нажимаем «Далее» и готово. Как видим, диск C расширился. Чтобы обратно создать диск D, кликаем на нераспределенную область с правой кнопкой мыши и выбираем «Создать простой том». Назначаем букву диска D. Нажимаем «Далее». Форматируем в «НТФС». Готово. В результате диск C увеличится, а диск D уменьшится. Второй способ. Если у вас на диске D все же есть важные данные, но необходимо использовать часть вводного места этого диска, чтобы увеличить диск C, здесь, к сожалению, стандартными средствами операционной системы не обойтись. Нам потребуется дополнительный софт. Для этого я буду использовать программу IOMI Partition Assistance Standard. Заходим на официальный сайт программы и скачиваем ее. Я предварительно это уже сделал. У вас никаких трудностей с этим возникнуть не должно. Запускаем программу. Здесь мы также видим два наших раздела, но в отличие от управления дисками Windows, в этой программе есть возможность увеличить размер диска C за счет диска D, не потерял при этом данные на диску D. Для этого кликаем правой кнопкой мыши по диску D и выбираем изменение размера. Указываем здесь нужный COVA Gigabyte, который мы впоследствии хотим присоединить к диску C. Нажимаем ОК. После этого у нас появилось незанятое пространство. Нажимаем правой кнопкой мыши по незанятому пространству и выбираем слияние разделов. В открывшемся окне нужно выбрать раздел диска для объединения. В нашем случае это диска C. Нажимаем ОК, а также применить. В следующем окне нажимаем перейти и ОК. Процесс займет некоторое время, после чего будет перезагрузка. Готово. Все прошло успешно. Проверяем и видим, что диск C действительно увеличился, а диск D уменьшился. При этом мы не потеряли информацию, которая хранилась на нем. Но если случилось так, что в процессе расширения тома, изменения размера дисков, создания разделов диска или их форматирования, вы удалили важные данные, то восстановить их можно с помощью Hetman Partition Recovery. Об этом у нас есть отдельные детальные видео. Смотрите по ссылке в описании. А на этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok